Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена производственному блоку в ERP. Вы видите на экране наши контактные данные, телефоны, электронная почта, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобное время проведения, или вы не смогли досмотреть до конца, то приглашаем вас на наш сайт. Мы через некоторое время выкладываем записи вебинаров, и вы можете посмотреть и этот вебинар, и, возможно, какие-то другие материалы вас заинтересуют. Вести нашу встречу буду я, консультант-аналитик 1С Кардышева Галина. И программа нашего вебинара сегодня состоит вот из таких пунктов. Но надо сразу сказать, что на самом деле настройка производственного контура – это одно из самых трудоемких мероприятий в 1С. И, собственно, трудоемкое из-за того, что приходится настраивать много справочников, много дополнительной информации вводить. И это, к сожалению, не всегда так однозначно понятно, как, допустим, бухгалтерский учет или налоговый учет. Сегодня мы с вами поговорим про настройку первичную справочников, если вы запускаете блок работы с производством. Ну, соответственно, если производство, то это у нас обеспечение потребностей. К сожалению, все темы очень емкие. И поэтому мы, в общем-то, углубленно не сможем останавливаться на каких-то пунктах. Поэтому, если вас будет интересовать что-то более подробное, то, пожалуйста, задавайте свои вопросы, пишите нам. Мы с радостью пойдем вам на встречу и сделаем более подробные занятия по каким-то конкретным направлениям, которые вас интересуют. Ну, еще поговорим мы про рабочее место настройка поддержания запасов, про то, как контролировать обеспечение запасов. Очень-очень, к сожалению, кратко пройдемся по адресному хранению и по маркировке с честным знаком. Ну, соответственно, про дополнительные сервисы тоже поговорим. Ну, в общем, планы у нас, скажем так, обширные и очень мало времени, поэтому будем в темпе. Итак, если вы начинаете работать с блоком производства, то, естественно, начинаем мы с того, что в ERP некоторые функциональные опции нужно дополнительно активировать. Делается это в первоначальных настройках. Сейчас мы туда посмотрим. И наша сегодняшняя встреча будет построена таким образом. Мы будем какую-то теоретическую информацию нормативную, скажем так, смотреть по слайдикам. А попутно будем переключаться в 1S ERP. Я сейчас переключусь вот таким образом. То есть будем смотреть какая-то информация из демо-базы. То есть в демо-базе у меня уже первоначально есть некоторые настройки. И мы будем их использовать и проверять, что нам потребуется, что не потребуется, так сказать, на местности. Снова возвращаемся к нашим слайдам. Вот так. И вот что смотрим. То есть, в принципе, определенный алгоритм мы всегда должны будем соблюдать. Собственно, этот алгоритм, разработанный на пустом месте, он призван облегчить, во-первых, пользователям освоение, а во-вторых, не пропустить важных настроек, когда потом вы не активировали какой-то блок, а лихорадочно ищите, что где же неправильно. То ли консультации неправильные, нету такого в вашем случае, либо что-то другое. Поэтому вот алгоритм мы сначала проговорим, потом потрогаем некоторые настройки. Ну, в общем-то, подробности на него поглядим со всех сторон. Ну, во-первых, мы должны включить использование производственного блока. Во-вторых, определить метод, как мы будем планировать производство. ERP позволяет планировать и по заказам, и в соответствии с планом продаж, и в соответствии с планом производства. Ну, то есть, на самом деле, планов достаточно много. У нас в этом случае, вот мы смотрим с вами ERP, все функциональные опции активируются через меню НСИИ и администрирования. И здесь вот у нас есть блок настройка НСИИ и разделов. И, соответственно, мы заходим в многие разделы, то есть то, что мы настраиваем, и задаем соответствующие настройки. Почему я сказала, что трудоемко? Потому что, если мы настраиваем производственный блок, мы должны сделать настройки и в разделе зарплата и склад, и в разделе закупки, и в разделе производства. Ну, то есть, не в одном месте, а в разных. И, соответственно, еще и захватить администрирование, потому что здесь у нас настраиваются некоторые функции, которые нужны для производства. Ну, это конкретно учет прослеживаемых товаров и так далее. И обслуживание программы. Почему я делаю акцент на обслуживании программы? Потому что, несмотря на то, что производственный блок, в принципе, достаточно, ну, скажем так, консервативный. То есть, изменения в налоговом законодательстве, в законодательстве бухгалтерском, его не так сильно затрагивают. Но, тем не менее, в выпускаемых релизах достаточно много сервисных функций, достаточно много доработок, которые вносятся по ходу развития программы. И поэтому, в общем-то, нужно следить за актуальностью настройок. Ну, посмотреть, какая у вас версия программы, мы можем вот по такой пиктограммке. Значит, здесь у нас меню о программе, пиктограмма и с точечкой. И мы видим, какая конфигурация и какой конкретно релиз, какая платформа, извините, у нас установлена, и какой конкретно релиз конфигурации установлен. Мы с вами сейчас будем работать на 15-м релизе. То есть, это релиз начала года. Он содержит уже новые, актуальные регламентированные отчеты. Но он не совсем новый. Сейчас уже существует 15-й. Ну и, соответственно, некоторые моменты в 15-м уже, можно сказать, состарились. То есть, в 17-м, естественно, уже некоторые вещи могут быть по-другому. Так, это мы с вами закрыли и перешли в НСИ и администрирование. Но, естественно, если мы с вами говорим, ну, поскольку поговорили про релизы, то у нас есть меню обслуживания, и здесь есть меню обновления программы. И мы можем обновлять ее программу, конфигурацию автоматически, ну, скажем так, самостоятельно, если не было никаких дополнений. Если наполнения были, то, конечно, делать уже не стоит. Лучше, чтобы сделали специалисты, потому что очень много тонкостей. Так. И теперь мы снова с вами возвращаемся к нашим слайдикам. И вот на что обращаем внимание. То есть, мы с вами первое, что должны сделать, это включить производственный блок. Ну, соответственно, здесь мы затронем планирование, настройка подразделений, складов и заполнение справочников. То есть, в нашем случае мы поговорим с вами про создание структуры предприятия и структуры складов. Почему это важно для производства? Потому что склады могут быть различные, оптовые, розничные, ордерные. И, соответственно, в этом случае у них будут разные функции им доступны. И наша организация – это практически подразделение, про которое мы сейчас подробнее поговорим. И меню производства. Сейчас мы начнем с него. То есть, меню производства, как вы видите, состоит из нескольких пунктов. То есть, четыре пункта. Начинаем мы с производства. И когда мы с вами сталкиваемся с общими настройками, ну, то есть, с, как сказать, наиболее грубыми настройками, то здесь самое основное – это внимательно читать, чего вы активируете. То есть, если я проставляю какую-то галочку, я внимательно читаю пояснение к данному пункту и, соответственно, сопоставляю с реалиями вашего бизнеса, с вашими бизнес-процессами. То есть, на самом деле, первая галочка, которую мы должны поставить – это использовать производство. То есть, в этом случае нам доступен будет производственный блок с его основным функционалом. Аналоги материалов. Желательно сразу ставьте здесь флажок, потому что, может быть, не сразу, не на первых порах, но сейчас вы, к сожалению или к счастью, здесь, как сказать, придете к тому, что необходимо создавать аналоги каким-то импортным материалам, импортным комплектующим и возможность замены материалов в спецификациях, в ваших расчетах. Ну, поскольку это связано с санкциями, то, возможно, к сожалению. А поскольку связано с санкциями, ну, скажем так, это пошло на пользу очень многим предприятиям, наверное, к счастью. Соответственно, аналоги мы практически всегда выбираем, а вот наборы в производстве – здесь уже как бы все зависит от того, как ваш процесс построен. То есть делаете вы какие-то наборы, например, собираете какие-то детали, например, хоз расчетным способом или нет. То есть здесь вы видите подсказочки, просто их надо внимательно прочитать. А вот такая подсказочка, когда у вас вылезает. То есть у меня уже созданы документы, которые были при первоначальной настройке. И программа мне дает предупреждение, что о своем ли вы уме. То есть к этому надо прислушаться. И, соответственно, кроме того, что мы создаем настройки по использованию производственного блока, мы на самом деле задаем еще настройки по обеспечению. То есть будем ли мы использовать заказы на производство и будем ли мы обособленное обеспечение по заказу на производство осуществлять. И если будем, то каким способом. Вот это мы как бы выбираем первоначальную настройку. И дальше проверяем внимательно все галочки, которые требуются либо поставить, либо наоборот снять. Ну, соответственно, переработка на стороне – это довальческая схема. Если вы ее используете, то вы настройки делаете. Если нет, мы, к сожалению, сейчас не имеем времени на эту экскурсию, то мы туда и не пойдем. И, соответственно, делаем те настройки, которые нас интересуют. Снова возвращаемся к нашим слайдикам и смотрим. То есть кроме того, что мы включили использование производственного блока, нам нужно создать структуру организации. Потому что во многих производственных документах, если мы не создали подразделение, которое работает с этим, например, с документом, с этими производственными операциями, то у нас не будут подтягиваться документы. То есть, соответственно, мы должны создать подразделения, которые производственные, которые выпускают нужную нам продукцию и будут подтягиваться в производственных документах выбор этих подразделений. Ну и основное – это, что будем мы работать с заказами или не будем работать с заказами. То есть сразу хочу оговориться, работа с заказами, ну, скажем так, гораздо более эффективна. То есть это дисциплинирует сотрудников, это дисциплинирует работников производства, скажем так, и формализует, позволяет формализовать эту работу. То есть не ворвался с криками «Аля, алю, выпускаем танки», «Создал заказы», каких танков, сколько и так далее. Как мы с вами уже посмотрели, это вот меню НСИИ «Администрирование», и это блок производства. То есть мы в него заходили с вами и уже сделали там некоторые настройки. То есть посмотрели, какие флажки надо отметить. Еще раз попрошу, скажем так, остановить внимание на этом блоке. То есть нас интересовал блок производства. Вот вы видите эти пункты, выделены красным. И блок обеспечения. То есть мы посмотрели, что здесь поставили, и посмотрели, что обособленное обеспечение мы предусмотрели. После этого мы с вами, собственно говоря, вот здесь вот, это у нас структура предприятия. Как я уже говорила, структура предприятия настраивается в разделе НСИИ «Администрирование», но в другом блоке. То есть вот здесь мы видим раздел НСИИ и структура предприятия. И вот здесь в структуре предприятия мы задаем с вами. Ну, у меня как для примера создано торговое подразделение, административное, производственное и производственное подразделение. Вот у меня созданы разные виды производства. То есть производство, например, мебели. Если я открываю, то у меня вот сделано по участкам. Ну, производство металлических изделий и так далее. То есть вот этот вопрос очень важный. И здесь надо на самом деле уделить ему пристальное внимание и не халтурить. То есть если вам пришлось самостоятельно настраивать этот блок, то мы с вами заходим в справочники, которые нам программа предлагает заполнить, и заполняем все поля без пропусков. Почему это важно? Потому что эта информация в дальнейшем будет использоваться, например, при создании документов и подпись ответственных работников. Если я схалтурю и не заполню, например, вот фамилия, имя, отчество, руководители подразделения, программа у меня будет работать, ничего с ней не случится. Но при создании документа мне нужно будет в режиме ручного редактирования эту информацию вписывать, потому что я поленилась и своевременно, ну, то есть при первоначальном заполнении эту информацию не ввела. То есть мы с вами сталкиваемся с тем, что первоначальное заполнение на самом деле очень важно и очень достаемко, и в идеале требует усилий нескольких специалистов. Ну, чаще всего, допустим, бухгалтера и экономисты могут заполнять финансовую какую-то информацию, а вот то, что касается производства, вот здесь чаще всего должны работать кадровики и технологи, потому что кадровики износят информацию про ответственных лиц, соответственно, про тех, у кого есть договора о материальной ответственности и так далее. А, соответственно, технологи, то, что касается, ну, самого производства технологических операций и так далее. То есть если я при создании подразделения, видите, как образец, у меня есть подразделение, где информация заполняемая по ходу пьесы и гиперссылки. Есть еще верхняя линейка меню, то есть, соответственно, здесь заполняется в основном практическая информация. Вот, допустим, мы подходим к подразделению, проваливаемся по гиперссылке, и у нас вот такой интерфейс. Соответственно, в этом интерфейсе мы опять внимательно читаем, что нам программа предлагает заполнить, и, соответственно, заполняем, во-первых, тип подразделения, ну, в нашем случае это может быть подразделение диспетчер, подразделение конкретно производственное, вспомогательное и так далее. График работы. Если мы проваливаемся в производственный календарь, то мы можем заполнить график работы этого подразделения, то есть мы вот, видите, заполняем здесь по каким дням, какие рабочие часы, и можем строить график работы подразделений и отталкиваться, скажем так, от производственных мощностей. То есть планировать работу этого подразделения, например, при полной загрузке оно выпускает такую-то продукцию, столько-то и так далее. Ну, то есть это как отдельный блок планирования. Ну, естественно, если касается смен, например, если у вас многосменное производство, то вы можете добавить здесь смены. И закладочки производства по заказам и учет работ сотрудников. Значит, здесь можно указывать бригадное, если у вас используется бригадная форма, ну, либо работники, которые работают по индивидуальным заказным нарядам, там, например, по каким-то другим затаниям, например, ну, или смешанные, то есть и бригадные, и индивидуальные задания. Ну, то есть, как вы видите, коэффициент трудового участия, отработанное время, то есть приступить к заполнению вот этих сведений вы можете уже в том случае, когда у вас уже это сформулировано, когда это уже вы знаете, что должно позвучиться на выходе, не то, что вы сидите и думаете, а какой мне выгодно режим работы задать этому предприятию, или как мне сфантазировать насчет этого блока. То есть, соответственно, информация должна быть подготовлена, проанализирована, систематизирована и так далее. Обратите внимание, вот здесь еще две ссылочки есть. Это изменить обособленный учет товаров, то есть, ведется или не ведется. То есть, если не ведется, это стоит по умолчанию, то вы можете изменить по менеджерам подразделений и по самим подразделениям. Но чаще всего ставится по подразделению. Потому что производственный блок завязан на производство продукции, а не на продаже, как, например, коммерческий отдел. И у нас есть схема обеспечения. Вот мы с вами в прямом подошли к схемам обеспечения. Сейчас вернемся к нашим слайдикам, а потом снова к схемам обеспечения. Итак, мы с вами нарисовали орг структуру, создали графики работы каждого участка, создали ответственных сотрудников, то есть, руководителей подразделений и так далее. И вот теперь мы уже можем конкретно производственное направление у нас созданы и подразделения, и склады. Ну, то есть, я создание складов не выделяю отдельно, потому что на самом деле здесь раздел НСИИ и администрирование, структура предприятия, склады и магазины. То есть, дополнительно производственные подразделения, еще имеют склады. В этом случае здесь этому надо уделить тоже большое внимание, потому что производственные склады могут быть ордерные, могут быть обыкновенные. В этом случае зависит функциональность и такая тонкость, как адресное хранение. Мы про это поговорим еще сегодня, но, к сожалению, вскользь. То есть, мы считаем, что мы с вами сходили в структуру предприятия, склады все заполнили, у нас все красиво, и теперь мы двигаемся дальше. Значит, здесь мы должны учитывать вот что. Что управленческая структура для всего предприятия создается. То есть, в ЕРП она не привязана к юридическим лицам. И, соответственно, в документах оперативного учета у нас будут отражаться с вами подразделения, и уже потом к ним привязаны юридические лица. Как мы с вами уже говорили, если это крупное предприятие, нам с вами нужно сделать подразделение диспетчер. Оно ничего не будет выпускать. Оно будет контролировать. Контролировать процесс распределения работников, материалов, ну, то есть, логистику производственную осуществлять. Можно встретить в литературе, в комментариях, производственный диспетчерский отдел, то есть аббревиатура ПДО. На самом деле здесь есть достаточно много вариаций. У кого-то это называется именно таким образом. На вашем предприятии это может иметь другое наименование. Ну, соответственно, тип подразделения. Мы с вами поговорили. Выбираем подразделение диспетчер. То есть мы ставим флажок в этом месте. Теперь следующее. То есть что для нас важно при задании подразделений и, собственно, складов тоже. То есть мы уже говорили, что график работы зависит от этого, от графика работы зависит планирование производства. Особенно если вы планируете помощь на стям, то есть, например, сколько выпускается каких-то изделий и так далее. И вот на экране вы видите это наиболее часто употребимые показатели, которые задаются при системе создания подразделений, скажем так. Обязательно это нужно заполнять. И еще раз повторяю, внимательно читать, что же вы заполнили. Следующий момент это настройки подразделения. Мы с вами уже сюда ходили. Настройки разделов, склад и доставка. И вот теперь нам интересны схемы обеспечения. Мы снова с вами возвращаемся к нашему слайдику. Так. Позакрываем. Сейчас лишнее, чтобы нам не мешалось. Так. И значит мы с вами обеспечение потребностей есть целый блок. И как вы видите в подразделах склад, доставка, производство у нас есть настройки и справочники. То есть вам обязательно после того, как мы сходили в раздел МСИ и администрирование, нужно посетить этот блок и заполнить те справочники, которые на текущий момент вы уже знаете, вы уже понимаете, что нужно вводить. То есть способы обеспечения потребностей. Способы обеспечения потребностей. Вот вы видите, это у меня журнал, в котором разная информация. Я могу создать новую запись. и собственно говоря, основной это тип обеспечения, то есть покупка. Я могу покупать где-то на стороне. Я могу переместить из других складов, если, например, у меня есть где-то распределительный склад и так далее. Я могу собирать в других производственных помещениях, например. Это может быть собственное производство, когда я выпускаю полуфабрикаты. и я могу производить силами переработчика, когда отдаю материалы на сторону. То есть используется схема переработки давальческого сырья. Наименование, обратите внимание, должно быть, если вы используете какие-то кодировки, то кодировка, но по практике здесь должно быть наименование, которое вам понятно. и которое отличается от... То есть чтобы не было дублей, отличается, потому что, например, сделать дежурное наименование типа выпуск продукции и потом его везде ставить, будет очень сложно ориентироваться в этом и технологам, и бухгалтерам, и экономистам. То есть что же это такое, что вы имели в виду и чем оно отличается и возникнет путаница. ну и соответственно способы обеспечения в нашем случае мы выбираем в соответствии с нашим процессом производственным. И вот они наши схемы обеспечения. То есть схема обеспечения это отдельный справочник, который мы заполняем, но в идеале заполняем заранее. То есть мы создаем новую запись и в общем-то называем его как так, чтобы было понятно и создаем, заполняем всю информацию, которую здесь программа запрашивает. вот здесь обратите внимание настройка правил размещения и размеров для адресного хранения по складу, размеры упаковки и так далее. вот здесь же у нас с вами живет зона доставки, но это если вы используете ну, например, зонирование там города по микрорайонам или наоборот по городским округам, если вы международной доставкой занимаетесь. Мы пока это закроем. Так. и значит еще два слова хочется сказать после того, как мы с вами сходили в настройки вот сюда вот и вот вот сюда и вот сюда мы с вами можем переходить производство вот эти вот настройки справочники мы с вами тоже посмотрели значит это наше производственное подразделение графики работы по ним то есть какие графики работы одна смена двухсменная и так далее и приоритеты подразделений диспетчеров то есть тоже проваливаемся и производственно диспетчерская служба ну то есть соответственно заполняем по необходимости теперь мы с вами начальные справочники заполнили и переходим переходим к обеспечению потребности у нас есть упрощенное обеспечение и расширенное то есть на самом деле в общем-то все можно свести к тому что упрощенное обеспечение потребностей это составление плана закупок то есть если у нас есть заказы на производство мы на основании их можем делать заказы поставщикам и на основании заказов поставщикам планировать поступление товаров ну и резервирование его по нашим заказам почему я говорила что изначально работать по заказам флажок лучше проставлять это более удобно но если у вас небольшое производство и вы не работаете по заказам ну значит скажем так некоторые операции для вас будут более трудоемкими и расширенное расширенное обеспечение расширенное обеспечение это что такое то есть это на самом деле когда обеспечение производства основано и на закупках и на использовании например полуфабрикатов дополнительных работ которые выполняет ваше конкретное предприятие то есть вспомогательное например производство и соответственно в других складах перемещается что-то то есть вы формируете заказы на перемещение то есть видите методы обеспечения у нас есть разные под заказ минимальный максимальный то есть когда задается емкость склада минимальный максимальный остаток и собственно говоря сроки изготовления конкретных единиц готовой продукции когда учитывается график работы нашего производства и мощность сколько какой конкретной продукции за единицу времени мы можем изготовить вот это у нас уже будет расширенное обеспечение ну собственно говоря естественно это дополнительный блок аналитики дополнительные дополнительные сервисы я уже говорила что раздел МСИ администрирования не только мы будем обращаться к блоку производства но и к блоку склад и доставка то есть мы с вами смотрели организации и структура предприятия склады и магазины сейчас посмотрим склад и доставка склад и доставка то есть здесь на самом деле мы отмечаем что в случае когда мы работаем с производством это всегда несколько складов потому что склад готовой продукции в производстве по-любому присутствует ну и дополнительно может быть кладовые производства или какие-то другие то есть мы ставим отметку несколько складов и работают или не работают у вас ордерные склады то есть ордерный склад это если упрощенно говорить склад у которого документооборот осуществляется осуществляется в одном месте а складское хранение в другом месте ну то есть на самом деле мы указываем порядок оформления накладных и расходных ордеров и указываем кто конкретно у нас отвечает за формирование документов то есть либо автоматически либо чаще всего используется кладовщиком ну либо менеджером потому что в некоторых структурах менеджер распоряжается отгрузками со склада хотя и не является материально ответственным лицом но мы ставим кладовщиком это более традиционный способ и когда мы можем работать с документами то есть после заказа или нет чтобы мы не сбивали другие настройки ну то есть мы вот так вот спускаемся то есть мы здесь отмечаем какое мы применяем обеспечение потребности упрощенное либо расширенное вот по подсказочкам ориентируемся если вы вдруг забыли что такое расширенное и можно сказать что на этом работа со справочниками основными скажем так для нас закончена то есть производство склад доставка вот эти два подраздела в разделе МСИ и администрирование значит смотрим что нам еще потребовалось на самом деле вот он склад и доставка то есть мы еще раз слайдик смотрим на то что уже посмотрели в натуре так и вот способ обеспечения потребностей то что мы с вами немножко поподробнее рассмотрели то есть покупка перемещения сборка разборка то есть это мы с вами указывали тип обеспечения и на самом деле кроме вот того что мы делали в этом подразделении мы обеспечение отмечаем в карточке номенклатурной карточке ну во-первых это у нас доступно в разделе подразделений настройки подразделений вот видите схема обеспечения и вот это вы видите слайдик с номенклатурной карточки сейчас мы переключимся посмотрим производство ну допустим ресурсной спецификации собственно для того чтобы только посмотреть карточку не открою но ничего то есть на самом деле кроме того что у нас мы с вами при заполнении подразделений схемы обеспечения затрагивали вот эти две ссылки мы уже проверили то есть проваливаемся по ним и смотрим что у нас было так и схемы обеспечения задаются и кроме этого у нас схема обеспечения присутствует еще вот она то есть это когда карточка номенклатурная какой-либо позиции мы заполняем сведения про товар мы выбираем схемы обеспечения в нашем случае это отдельный справочник схемы обеспечения мы с вами тоже начали смотреть уже то есть мы задаем соответственно выпуск допустим полуфабрикатов покупка комплектующих ну то есть разные варианты обеспечения проставляем в номенклатурную карточку и потом заполняем соответственно и цены и группы финансового учета ну то есть какие проводки будут соответствовать этой номенклатурной полиции то есть заполняется дополнительно вся информация про конкретную номенклатурную позицию и еще один момент то есть мы с вами можем параметры поддержания запасов то есть в этом случае когда у нас идут какие-то номенклатурные позиции ну например вот конкретные номенклатурные позиции в журналист номенклатуры мы можем исполнить мы можем использовать кнопочку заполнить и в этом случае настраиваются методы обеспечения то есть поддержание минимальных максимальных запасов ну соответственно расчет по норме и так далее то есть мы выбираем вот в данном случае у меня выбрана минимальная максимальная емкость склада то есть минимальный запас у меня должен быть не меньше 100 штук а максимальный 120 штук например ну и страховой запас это соответственно в зависимости от ваших показателей на сколько должно хватать страховой запас например на 3 дня мне должно хватать ну например это у меня будет 60 штук и как я это должна обеспечивать за счет запасов то есть свое время закупка и так далее так возвращаемся в наш в нашу демо базу и вот какой момент я хочу еще показать на самом деле вот производство у нас достаточно много всякой аналитики то есть после того как мы заполнили справочники которые у нас есть здесь уже более тонкая настройка то есть вот они наши подразделения у нас достаточно много отчетов по производству вообще сейчас сработают посмотрим и то что по обеспечению нас интересует ну то есть видите на самом деле достаточно много отчетов которые есть нас будет интересовать состояние обеспечения заказов то есть на самом деле вот видите у меня создается отчет я могу выбрать конкретный склад могу выбрать клиента но я без допустим без отбора делу и вот меня интересует вот обеспечение по данному заказу то есть я могу посмотреть что у меня запланировано какой был заказ первоначальный что у меня здесь планировалось и в каком состоянии обеспечения то есть у меня резервирование по мере поступления еще не создан резерв то есть обособленное не отмечено и обеспечить на самом деле у меня еще не произошло обеспечение по этому заказу то есть не закуплены необходимые материалы но я могу просмотреть все состояние по данному заказу так это вот то что мы с вами только что смотрели когда мы начали с вами работать с производственным блоком есть очень интересная функция которая в ERP доступна и в общем-то очень облегчается планирование и ну скажем так планирование и обеспечение есть возможность организовать адресных хранения в этом случае при создании подразделения когда мы заполняем сведения по подразделения мы можем задать сведения по складу то есть если мы используем адресное хранение то обычно стеллажи ярусы и как бы аналогичная информация им присваивается нумерация какая-то то есть штрих-коды может быть ну нумерация может быть еще какая-то идентификация но соответственно в этом случае например у вас склад может быть разбит на зону приемки зона отгрузки зона инвентаризации и так далее то есть при этом учитывают ну и назначение склада и соответственно размещение товаров по адресам оптимальные маршруты и все то есть достаточно много информации находится дополнительно вводится при первоначальном создании склада но это позволяет во-первых автоматизировать работу с товаром то есть где какая ячейка какой товар хранится а во-вторых ну на самом деле это огромная тема еще для дополнительно занятия но находится это сейчас мы посмотрим на подраздел склад и доставка и у нас есть вот такая сервисная функция то есть генерация топологии склада то есть соответственно мы можем назвать какой склад мы в этом случае используем ну например это дополнительные справочники которые заполняются и склад например склад А1 и соответственно на этот склад мы задаем название секции то есть я ставлю отметочку на том пункте который меня интересует секции линии стеллажи ну то есть то что нам нужно и создаю структуру склада создаем условия по которым я с ним работаю ну и еще один момент на который нужно обратить внимание это на прослеживаем товары то есть при прослеживаемых товарах мы с вами ну естественно мы их обязаны учитывать и тема с прослеживаемым товарами действует уже достаточно давно ну и если это касается производства то естественно если производство попадает под прослеживаемые товары то вы должны обеспечить маркировку учет ну то есть комплекс работ который связан с честным знаком с маркировкой товаров и так далее то есть мы не можем при производстве именовать прослеживаемые товары то есть в любом случае будет зависеть либо это комплектующие которые с прослеживаемыми товарами связаны либо это продукция которая связана с прослеживаемыми товарами ну то есть каким каким-либо боком но мы с ними сталкиваемся как как мы связываем 1с и честный знак то есть 1с реализована хорошая сейчас уже хорошая интеграция с честным знаком на самом деле это делается у нас еще раз вернусь на слайдик в разделе на сей администрирование учет прослеживаемых товаров учет прослеживаемых товаров товаров то есть в этом случае у нас если вы например осуществляете какое-то производство которое например попало под прослеживаемость что нам надо заполнить для того чтобы организовать учет прослеживаемых товаров и выпуск вашей продукции одновременной то есть во-первых естественно требуются административные действия такие как зарегистрироваться в честном знаке сделать личный кабинет в честном знаке оформить соответствующую электронную подпись ну то есть то что не связано с программным обеспечением 1С и уже после того как вы сделали все административные шаги мы вводим соответственно либо остатки если они у нас пыли либо если это не было остатков а какая-то новая продукция вы только начали ее отпускать например ну то есть создается документы по которым вводится приходится и так далее ну и чаще всего требуются дополнительные технологические операции которые на производстве то есть например это обклейка ну каким-то термом ну обклейка марками обклейка нанесения штрих-кодов нанесения другими способами которые вы используете конкретно то есть вы получаете оформляете эмиссию марок от частного знака и эти марки каким-то образом наносите на вашу готовую продукцию ну например предполагаем что вы выпускаете какую-то готовую продукцию которая подлежит маркировке то есть соответственно вы к сожалению вынуждены планировать обеспечение не только товарами и материалами но и марками потому что марки стоят денег и соответственно вам нужно будет планировать и марки когда вы составляете допустим спецификацию вы учитываете упаковочные материалы и марки и операции по осуществлению но вы видите вот учет прослеживаемых товаров здесь практически достаточно большой перечень моментов когда можно по ссылке перейти в нужный раздел и оформить дополнительно какие-то документы или создать то есть это на самом деле достаточно удобный удобный режим работы вот он у нас здесь учет прослеживаемых товаров ну и интеграция как я уже говорила с честным знаком зависит от того какую продукцию выпускаете сейчас перечень продукции которая подлежит маркировке достаточно большой вот вы видите на слайдике то что сейчас уже подлежит маркировке на самом деле кроме этого у нас правительство активно занимается изысканиями и всякими экспериментами то есть этот перечень расширяется и в 2024 году у нас эксперименты не закончились то есть на текущий год у нас три новых группы над которыми экспериментирует Минпромторг это цемент и бетонные смеси некоторые виды кабельной продукции и косметика и бытовая химия то есть это соответственно достаточно большие товарные группы и в общем-то ну под определение например некоторые виды кабельной продукции входит очень большой ассортимент и продолжаются уже начатые эксперименты то есть на самом деле вы видите изделия из титана средства реабилитации то есть уже такие тяжеловесные товарные группы ну если допустим украсть сетровых рыб ну не для всех слоев населения актуальные имеют актуальное значение то игрушки и средства реабилитации уже гораздо более востребованные востребованные у группы продукции и собственно говоря практически скорее всего большинство производственных производственных товаров будет в двадцать четвертом году ой сейчас подвинем немножечко будет в двадцать четвертом году по маркировке иметь изменения если еще не попало то соответственно будет будет стоять на очереди и собственно говоря как я уже сказала поскольку подготовка к маркировке имеет некоторые этапы если можно так сказать то нужно предусмотреть эти этапы при первоначальных настройках и в обеспечении и в бизнес процессах то есть ну законодательные акты всегда надо изучать и всегда надо держать руку на пульсе а потому что например в прошлом году была ситуация когда менялись марки то есть была смена кодов при маркировке потому что первоначально когда кодировка вводилась некоторые аспекты не учитывались а потом в апреле месяце менялись этикеты менялись марки и соответственно необходимо было подать сведения об остатках старой маркированной продукции заказать новые и так далее то есть необходимо было провести достаточно большую работу и в этом случае мы должны были уложиться вовремя потому что в противном случае достаточно большие штрафы значит если мы говорим о маркировке то для участников участников работы с маркированной продукцией то есть первое мы проверяем необходимые сведения не попали ли мы случайно под какие-нибудь смены марок под какие-нибудь эксперименты и так далее потом определить технологический процесс каким образом мы наносим марки ну например обувные товары обклеиваются молочная продукция наносится печать на упаковку заказываются какие-то этикетки приобретается оборудование потому что для подготовки к работе с маркированной продукцией к сожалению это не бесплатно к сожалению это требует дополнительных затрат то есть принтеры этикеток сканеры штрих-кодов и так далее и обучить работников потому что с рождения как вы понимаете не существует специалистов которые маркировку знают от и до то есть это надо человека обучить и скажем так какие-то тренировочные провести мероприятия поэтому это требует дополнительных затрат и времени это время тоже должно быть заложено в заложено в методику подготовки к работе с маркированными товарами ну и еще один момент это собственно говоря вот таким образом у нас есть раздел регламентированный учет и здесь как вы видите есть учет прослеживаемых товаров то есть что это такое это мы попадаем если проваливаемся по гиперссылке то есть мы проваливаемся вот в такое меню и здесь мы можем открыть конкретно какие-то разделы которые нас интересуют и вот здесь в администрировании мы собственно говоря попадаем в то же самое место то есть это то что касается то что касается различных вариантов как мы можем вызвать какой-то конкретный отчет или какой-то конкретно конкретное сведение но и в заключении нашей встречи хотелось сказать вот что на самом деле работа с производственным блоком наиболее трудоемка в этапе создания производственных производственных подразделений и складов и магазинов и вот так и в плане создания ресурсных спецификаций то есть к сожалению ресурсные спецификации требуют того чтобы ими занимались специалисты например технологи то есть состояние обеспечения заказов и ресурсные спецификации это наверное основные документы которые требуются в производстве потому что состояние обеспечения нужно выбрать каким образом вы восполняете свои запасы какая емкость складов на вашем предприятии и какими технологическими процессами необходимо добавить ваше обеспечение то есть может быть вы собираете какие-то детали может быть вы вырабатываете какие-то детали например режьте арматуру чтобы в последующем сварку произвести и так далее то есть здесь требуется привлечение специалистов именно профильных специалистов и к сожалению это не бухгалтера и не экономисты потому что в большинстве случаев на них лежит заполнение справочников по регламентированному учету по налоговому учету а вот здесь требуется работа дополнительных специалистов и на самом деле возможность может быть воспользовались какие-то программы откуда можно скачать информацию скачать информацию о спецификациях о технологических операциях ну то есть еще о чем-то и в этом случае лучше всего конечно это обращаться к специалистам потому что вы сэкономите в этом случае достаточно много времени и получите более грамотное заполнение первоначальных справочников на этом к сожалению наше время закончилось мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдикам я возвращаюсь на первый слайдик титульный лист чтобы напомнить вам наши контакты и пригласить к сотрудничеству мы осуществляем весь спектр и настройку и доработку ну то есть все что касается программ семейства 1С будем очень рады оказаться вам полезными мы будем очень благодарны если вы свои пожелания что бы вам хотелось услышать какие темы хотелось бы чтобы мы осветили направляли нам любым удобным для вас способом можно по почте можно по телеграмм контактам ну то есть любым удобным для вас способом мы будем рады оказаться вам полезными и благодарим вас за время которое вы нам уделили за внимание на этом компания Кодерлайн прощается с вами всего доброго до новых встреч субтитры 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 субтитры